МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хватит мечтать! Пора приобретать! Отличный социальный компьютер в рассрочку! Без первоначального взноса и без комиссий! Честная рассрочка и никакой переплаты! Во всех магазинах Норт! Сегодня в выпуске. Воспитанники школы-интерната для глухонемых отправятся на всероссийский конкурс жестового пения. Удочерить бабушку начала работу новая социальная программа «Приемная семья» для пожилого гражданина. Кулиска. У главоды Ишима отмечают профессиональный праздник. Бороться с коррупцией поможет интернет. На очередном заседании Совета по противодействию коррупции большое внимание было уделено доступности информации по различным социальным вопросам и программам. Например, заявление о принятии вашего ребенка в детский сад можно написать на официальном сайте системы дошкольного и общего образования города Ишима. При этом у граждан появится возможность видеть себя в списке и таким образом контролировать свою очередь. Здесь у нас уже отработано и мы можем ставить и в принципе не можем, а и ставим в электронный банк данных на основе электронного заявления. Когда подходит очередь, мы сообщаем заявителю и вот только выдача путевки, она должна быть конкретно физическому лицу при наличии документов, которые подтверждают, что этот человек действительно тот, который получает место в дошкольное учреждение, родители этого ребенка. Следует отметить, что в электронном банке данных фиксируются любые формы заявлений, то есть неважно, каким образом вы подали заявку, через интернет или по старинке на печатном бланке. Чуть сложнее на данный момент ситуация обстоит с департаментом имущественных отношений. Информация где-то недостоверная, где-то неполная, где-то мы ее понять не можем. А вам и прокурор скажет, и человек, который недоволен, скажет, да подождите, я хочу понять, разобраться, где я, почему вы меня выбрали, в чем моя информация, неполноценная, недостоверная и так далее. Как раз для того, чтобы подобные прецеденты не возникали, департамент имущественных отношений запускает в работу специальную компьютерную программу. На сегодняшний момент мы эту всю информацию заносим в программный комплекс, и этот программный комплекс, он будет доступен к размещению, условно говоря, информации из этой на сайт. То есть автоматизация процессов, то есть любой, кто стоит на учете, он может обратиться через сайт администрации города и направить запрос, и в автоматическом порядке будет ему предоставляться информация о его месте нахождения в очереди. Таким образом, вся процедура занесения и исключения человека в соответствующую очередь будет открыта. Трудовое лето начинается зимой. Уже с января и шимские подростки приходят в молодежные центры развития и записываются в особый журнал. Вакансии трудового лета 2012 заполнены процентов на 40. Через молодежную биржу запланировано трудоустройство почти девяти сотен молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет. Здесь у нас и археологические экспедиции, и помощь ветеранам, и работа в ТОСах. Но это, конечно, и мобильные, и уличные отряды, так называемые отряды мэра города по озеленению города, по цветникам. То есть это не уборка мусора в каких-то грязных районах города. Это творческая работа, та, которую дети действительно получают трудовые навыки. Сезон на заработные оплаты за трехчасовой рабочий день складывается из двух сумм. 2 800 – это основная часть, и 997 рублей – поддержка центра занятости. Молодежь получает не только трудовые навыки, но и репетирует будущее взрослое трудоустройство. Несовершеннолетний сам лично должен прийти. То есть это еще первый опыт того трудоустройства. Когда приходят, это часто бывает, вместо него родители, мама, папа говорят, возьмите, пожалуйста, моего ребенка. Здесь мы, ну, конечно, не отказываем, но лучше, если ребенок сам придет, сам напишет заявление, сам подпишет договор, это ответственность, которую берет он на себя. Кроме материальной заинтересованности, ребят привлекает и возможность общения со сверстниками. По словам сотрудников Центра развития, записываться приходят с целыми компаниями. Они приходят, друзей приводят, говорят, что устроите нас, пожалуйста, вместе, чтобы было веселее, чтобы было интереснее. Дело время, а потихий час. Отряды бойцов за чистоту и порядок регулярно устраивают в фестивале творчества. Кстати, перед самим летним сезоном вакансий может и не быть. Артисты кукольных театров Ишима отмечают сегодня профессиональный праздник. Накануне мы побывали на репетиции детского кукольного театра «Кулиска». Ребятишки здесь начинают заниматься уже со второго класса. За пару лет дети осваивают различную технику работы с довольно большим разнообразием кукол. Это тростевые, перчаточные, механические куклы, то есть, которые на ширме мы выступаем с ними. Есть низовые марионетки, но мы их редко используем. Там нужна совершенно другая ширма и открыто управляемая. Кукол сотрудники театра готовят самостоятельно, однако в последнее время состав игрушечных актеров не обновлялся. Хотя, как отмечает руководитель театра, скоро, видимо, придется делать новые куклы. Ведь рано или поздно и лондики, и смешарики утратят популярность, и им на смену придут другие герои. Но пока звезды остаются звездами. Юля, а как зовут кукла, которая у тебя рука? Мила. А сама мультики любишь, лондика? Маленькая была, любила, чуть поменьше. Сейчас раньше смотрела, а сейчас сама его играю. Гордость юных работников кукольного театра отнюдь не напрасная, ведь на то, чтобы хорошо отработать весь спектакль, уходит очень много сил. Алина, что самое сложное для тебя в игре с куклами? Это, ну, правильно держать и, ну, высоту правильно держать. Где-то нужно повыше, а где-то нужно пониже. Руки устают, да? Да. Однако при всей сложности работы маленькие артисты обязательно находят положительные моменты. И у многих ребятишек, разумеется, есть любимая кукла. Это бабочка. Как называется спектакль? Где лунтик, тайна звездного неба. А почему она такая любимая? Самая легкая? Ну, она легкая и не нравится. Цвет, платье красивое. Сейчас детский кукольный театр «Кулиска» готовит спектакли для школьных оздоровительных лагерей. Для кого-то лето – это пора каникул, а для наших артистов – это время усиленной работы. Поздравляем всех местных кукловодов с праздником и желаем частых аншлагов! Тепло дома для одиноких стариков. В этом году в Тюменской области начала действовать новая технология – приемная семья для пожилого гражданина. Суть ее заключается в том, что одинокие бабушки и дедушки при желании не могут коротать век не в казенном учреждении или пустой квартире, а в кругу семьи, неродной, но внимательной и заботливой. Важны нюансы – между принимающей стороной и пожилым человеком не должно быть близкородственных отношений. При этом заключается трехсторонний договор между Центром социального обслуживания населения «Забота», исполнителем и потребителем услуг. Приемная семья за усыновленного от члена семьи преклонных лет будет получать зарплату – от 3 до 6 тысяч рублей. Пока выше нет ни потенциальных приемышей, ни самих семей, готовых взять к себе пенсионера. Возможно, это связано с недостаточной информированностью населения, считает заведующий отделением социального обслуживания на дому Центра «Забота» Ольга Ануфриева. Подошли, чтобы друг к другу, чтобы не было претензий, чтобы и исполнитель услуг мог нормально работать с пожилым человеком, и получатель услуг полностью удовлетворялись его потребностей. В одну семью по условиям программы можно взять не более двух пенсионеров. При этом принимающая сторона должна соответствовать ряду требований – бессудимости, дееспособные, физически и психически здоровые, прописанные в Тюменской области. На все интересующие по теме вопросы ответят по телефону 2-43-91. Кто знает, и у приемной бабушки могут появиться приемные внуки. Эпидемии не случилось. На днях в общественных и медицинских учреждениях были сняты все карантинные мероприятия. Прошедшие несколько недель не отличились стабильным ростом уровня заболевания ОРЗ и ОРВИ. Впрочем, как и все три зимних месяца. В последние дни февраля с подозрением на вирус гриппа в скорую обратилось около 40 человек. Из них в инфекционное отделение областной больницы номер 4 были госпитализированы всего 19. Специалисты неотложки отмечают, что по сравнению с прошлыми холодными сезонами вполне можно утверждать, что эпидемии ОРВИ в 2012 не было. В период с 12 по 18 марта с симптомами острых респираторных обратилось 88 ишимцев. Это на 33 человека меньше, чем с 5 по 11 число. Часть пациентов были госпитализированы в инфекционное отделение областной больницы по поводу ОРВИ и пневмонии. Всего же за прошедшую семидневку бригадами был обслужен 661 вызов. Из них 121 к детям. Кроме распространенных жалоб, один человек пострадал в ДТП на федеральной трассе. 22-летняя горожанка решила свести счеты с жизнью, и двухлетний малыш отравился уксусом. По данным специалистов, жизни этих троих сейчас ничего не угрожает. Песенка про черного кота – одна из любимых у Ксении Сафоновой. Девочка учится в 9 классе в Ишимской коррекционной школе для глухонемых и слабослышащих детей. Второй год ходит на кружок жестового пения. Ксюша имеет остаточный слух и немного разговаривает. Однако более привычным для нее является язык жестов. Выступление Ксении на региональном отборе конкурса «Жестового пения» покорило жюри. И в мае Ксюша едет в Казань уже на всероссийский этап. Компанию ей составит Артем Красноперов. В Тюмени он исполнял балладу о любви Владимира Высоцкого. Бабушка, дедушка, оба родителя и сестра Артема ничего не знают о мире звуков, а мальчик слышит. Разучивала номера и готовила ребят к конкурсу Надежда Васильевна Суслова. Она помнит не одно поколение учеников школы. Я работаю, во-первых, в этой школе более уже 30 лет. И к тому же постоянное общение с обучающимися глухими вынуждает, вольно или невольно, запоминать жестовую речь. А потом я ездила на специальные курсы, которые были у нас организованы в Тюмени. Известную песню всю переводят на жесты и под музыку показывают ее. Но не как обычно в разговоре, а более театрально, выразительнее, размашистее. Одним словом поют. Ведь жесты – это язык наших прародителей. Может, поэтому они берут за живое. В Тюмени побывала и ткаченко Элиза. Трио Элиза, Артем и Ксения энергично спели-показали песню про тюменский спорт. Интервью с артистами в привычном значении слова не получилось. Ребята много улыбались, все понимали и почти не говорили. На прощание они сказали спасибо и словам, и жестам. Спасибо. Спасибо? Да. Спонсор выпуска информационной программы «Объектив» – сеть магазинов «Норд». Хватит мечтать, пора приобретать. Отличный социальный компьютер в рассрочку. Без первоначального взноса и без комиссий. Честная рассрочка и никакой переплаты. Во всех магазинах «Норд». В завершении выпуска о погоде. Интернет-синоптики в ближайшие дни предсказывают дождь. Температура воздуха в четверг поднимется до 3 градусов по Цельсию. Однако уже в пятницу при порывах ветра до 9 метров в секунду ожидается понижение температуры до минус 3 градусов. Субтитры создавал DimaTorzok Подземная тьма разгоняла тоску. Вечер воняет чем-то. Сегодня не усно. Пеликал телефон, разрывал серый фон. Квадродолбив уже, прикупил айфон. Замки на замок, закрой свой рот. Не надо впаривать сейчас, как прекрасен смог шепот. Из-под заборных хлопот ты не залечишь мне, что я попал в паутину. Дела нормально у меня, чё не вывожу? Со мной мой спаситель, чё? Я промолчу в стенах андеграунда. Волки хранят молчание. Чистое небо над головой, твоё признание. Уже всё готово. Последние времена, чистое сердце. Я верю, будет у тебя узаконенный закон. Твоя свобода. Не гони, что я струнил в сектантское болото. Теперь говоришь, что прикололо. Слушай моё слово. Это не страшное соло. Просто так надо. Мысль здравая я подниму. Над головой истинное знамя. Все привыкли слышать, как всё в мире плохо. Не создавай себе проблем. Отойди в сторону. Не кричи, как тебя всё это достало. Не читай между строк. Мотай в самое начало.